Привет дорогие друзья! Это видео я буду показывать всем, кто у меня будет спрашивать, что сейчас в Украине. Некоторые я видел, мы чаще из стран Новой Европы рассказывали, что там все очень сильно изменилось. Ну там такое, короче, разное. Вот, я это видео буду показывать всем. Но хуже того, это видео всем будут показывать не только просто критики Украины, но также российская пропаганда. Без сомнения, это большой-большой подарок и я думаю снимавшим это видео не худо было бы выделить какую-то даже премию. А может быть кто-то и выделил. Ребята, некоторые из этих ребят в футболках Азова, по всей видимости, какое-то имеет отношение, не знаю, к нацкорпусу не имеют. Это Чернигов, в наши дни. 21 век, европейская окраина. Сейчас ждем, пока люди зайдут в трансляцию. Это человек зипсировала памятник Небесной Сотни, а до этого он отсидел 10 лет за изготовлением близко 5 детей. А в наши таки издеваться с человеком? В смысле издеваться. В наши выжить привязали. Ну, можете выжить тут, можете выжить. Что еще раз? Я тоже могу. Снимайте, можете снимать меня, я не против. Не, я веду трансляцию, я распечатал ее еще раньше. Можете снимать меня. Эта людина сидела 10 лет за изготовлением, вышла. Полиция уже его затримала за то, что он разбил памятник Небесной Сотни. Он просится в Россию, вот сейчас прямо. Касательно того, за что он отсидел. Мы заходим на сайт национальной полиции в Чернигове. И здесь читаем, на самом деле есть информация о том, что он только освободился из мест лишения свободы, где с 2008 отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних. Не указано там. Сколько им было лет, не указано. При каких обстоятельствах. Но указали они четко статью. Статья плохая, если это на самом деле. Если это на самом деле соответствует действительности. Человек без сомнения конченый. Никто этого не отрицает. Конченый человек, отсиживает 10 лет, выходит, бросает бутылками в памятник. Его задерживают, отпускают. А потом в Чернигове, средь белого дня, происходит вот это. Так, всем добрый день. Это затриманный нещодавно ватник, который зипсувал стелу Небесной Сотни на площади. Разбил пляшками. Он отбывался от украинского гражданства. Про что вказал в своем паспорте. И просится сейчас забрати его в Россию. Полиция его затримала. Он пребывал несколько дней. И я так понимаю, суд под особенное обязанное отпустил его. Вот такая у нас правовая держава. Тут дело в том, что квалификация, я смотрел, какая квалификация, у него хулиганка. Причем легкая хулиганка получается. Ну, там не может быть другого, кроме как отпустить. Другое дело, что вполне возможно, что ему негде жить. Если ему негде жить, тогда странно, конечно же, что его отпустили, потому что человек должен быть где-то, где-то должен находиться. Но все это отходит на второй план. Потому что на первом плане вот это. Это просто, я не знаю, это просто прекрасно. Харчей, я говорю, нет. Уже нет харчей у меня. А он не раз плюнет ему в лицо. Там постепенно подходят люди, потому что это происходит на улице, как вы видите, и люди начинают интересоваться. А что происходит вообще? Суть в том, что эта людина отсидела, чтобы вы понимали, 10 лет за сгвалтувание детей в Чернигове. Серийные сгвалтувания. Близко 5 случаев было намаганий. И не буду сказать, чтобы не сбрехать вам, но 4-5 случаев сгвалтуваниями. Вот он отсидел 10 лет, повернулся и говорит, я, гражданин России, хочу в Россию, поверните меня домой. Люди начинают интересоваться, что вы творите вообще? О, звоните в полицию. Что самое странное, что люди, в основном, люди захищают, подходят и захищают людей. Эта людина сгвалтувала 5 детей. Он может сгвалтуваться, а он не может? Он отсидел 10 лет. Управление полиции, зайдите, спросите. Вы в Израиллении полиции? Так, он отсидел уже за это. Он отсидел, его выпустили. Так, он вышел и снова продолжает. Я вам еще раз скажу, еще раз повторю. Мы за памятник привязали, мы в сугубности привязали. Вызывайте полицию, вызывай полицию. Нет, девушка не знает, что она думает, что они совершают уголовно наказуемое преступление. Это же Украина. В Украине это не уголовно наказуемое преступление. И он немало не боится вызова полиции. Еще дальше вы поймете, почему. Одни юристы. Все юристы тут подходят, рассказывают, что нас посадят. Окей. Так, Олег Головатенко, что вы понимаете, правоохранительный орган его затримал, или они не способны как-то нормально квалифицировать это? Или у нас такой суд? Ну, не предусмотрено. Не предусмотрено содержание под стражей для первой части статьи 296. Не предусмотрено, дядя. Но что самое странное, что вот наш ватный черниги. Вот люди, что говорят, не можно защищаться над людьми. Треба понять, простить и отпустить. То есть люди, которые предлагают его отпустить, или как минимум просто не держать у позорного столба, плюя ему в лицо с табличкой «Я ватник плю мне в лицо», те вата. Приезжает полиция. Стопудово. О, полиция приехала. Вот сейчас начнется шестикавер. Здорово. Нормально себя чувствуете? Мы нормально, да. Ну так что, какой бы ни был все равно. А, какой бы ни был, да? Ну да. Ты такой гуманный. Купи ему квиток, отправляй его в Россию. Это человек, который отмолился от гражданства. Может, вы видели сюжеты. Да, видели, видели. Ну вот. Он отсидел 10 лет. В прошлом месяце он повернулся. За педофилию. За педофилию, сгалтывание. Да, да, да. Можно его привязать? Не, можно же, хай он гуляет по улице и сгалтует еще дитину. Хай нормально. Хай разобьет тело. Взывайте полиция, пихай его забирают. О, что еще раз? Так вызывай, вызывай на нас. Что ты думаешь, что я что-то порушил? Выкликай, красава. Да, мы науши. А у вас соответствующие органы подъехали? У вас соответствующие органы надзружины подъехали? Как вы все разбиваете? Так он сам попросил его привязать. Серьезно? Да, скажи. Вы привяжите меня, пожалуйста. Привяжем. Попроси, что у нас сейчас хочешь залишиться. Вы такие вообще странные люди. Да. Зато добрый, что вы гуманник. Блин, ну вам не счастлив на меня. Я реально спивчуваю. За руку здороваются со снимающим. То есть они знакомы. Их не смущает то, что стоит человек привязанный. Я просто представляю, это в Европе. Приезжает полиция, там привязанный человек. Его снимают, плюют ему в лицо. Они бы не разбирались, сколько он отсидел. 10 лет, 20 лет. Или он с пожизненного убежал. Они бы сначала разобрались с теми, кто его привязал. Но как минимум они бы его развязали. И глядя, чтобы он не убежал. Это просто то, что я вижу, это абсурд. Это долбанный абсурд из Средневековья, 14 век. То, что этот герой угрожает еще и девушке, которая с парнем с собакой. Это показательно тоже. Тут тяжкий выпадок, короче. Ой, вывозь ты. Здравствуйте, здравствуйте. Это купленная патрульная наша. Все нормально. Еще раз табличка. Я ватник опущенный. Зипсувал стелу небесной сотни. Плюнь там у меня. О, полиция все свои. Смотри-ка, как с братвой все поздоровались. Мне интересно, что будет в дальнейшем с этими полицейскими. Которые приехали, которые зафиксировали, но они увидели преступление. Они не могут не увидеть преступление, и они его не предотвращали. Что дальше будет с этими ублюдками, которых наняли за деньги народа? Посадили на машину, купленную за деньги народа, надели форму за деньги народа. Вот что с этими уродами будет дальше, интересно? Блин, он уже реально хорчал за кинчусь. Да, вот педофил привязался до стовба. Кажет, вацаните, помогите, вот такая фигня. Хочу, чтобы люди на меня не подивилися. Кажет, хочу так покутывать вину, потому что суд его ничего не покарал. Ну, а что, не видите, что он на воле? Людина 10 лет отсидела за обеспечивание, продолжила дальше заниматься, порушивать закон. Он может зараз кого-то заводить в городе. Его отпустили, и это нормально. Хай гуляет по месту. Неадекват. Не, давай будем... Гуманистка, купи квитоким и отправь его в Россию, если это так хорошо. То есть он продолжает плевать в лицо человеку, при полиции уже. По барабану вообще. Бля, Герой, чисто ради тебя. Уже реально, не махачи. Отвечаю, так жарко на улице, что уже в суховроте. Полицейский начинает задавать вопросы привязанному человеку, мол, поинтересоваться, что вы хотите здесь стоять? Тот ничего не отвечает. Полицейский и прикалывается, он шутит. Ну, смешно. Да, ну, за что ты так тихо не можешь подать? Ну, он уже все не хочет. Он реально попросил, подошел, это слышал человек шесть. Я же, привет, пацаны, хочу реально спокутывать войну перед Чернигельским, перед всем населенным, перед теми детьми, зголтованными, батьками, перед теми, кто был на Майдане, кто воевал. Я же хочу вот так постоять, как Иисус, скажу, буду за свои грехи. Далее тоже обратите внимание на лицо полицейского, сейчас я зафиксирую, да? Ему нравится происходящее. Приехал наряд, ему нравится происходящее. Народу, в основном, и это не скрывает даже снимающий, не нравится, потому что все понимают, что это средневековье. Бачишь, не хочет он с тобой разгулять, реально. Чего вы тягуете ключами сейчас с него? Хай стоит, ты беспокоит. Если бы он попросил, еще реально сказал, да, полиция тут порушивает мои права. Нет, он стоит, ничего не скажет, что там, он подвижит меня, или кто-то порушивает его права. У него даже табличка, я не могу написать, что он не хочет, что он опущен. А нафига это бьет, это контактится, а вы опущены. Полицейский доволен, ему весело. Ну, ему смешно. Я буду интересоваться судьбой этих полицейских. Ну, проблем нет, ну, проблем нет, каких это радует. Так, для тех, кто только приеднался, это чернигийский ватник, который зипсовал стрелу Небесной Сотни. Проблем никаких нет. То есть, полиция не усматривает в этом происходящем никаких проблем. Далее рассказывает, вот так будет с каждым, кто там, русский мир, все такое. Так, я не понял, за изнасилование или за русский мир, или все в комплексе, или за памятник Небесной Сотни. То надо определиться уже. Люди, еще раз, подивиться на эти кадры и зрозумите, что будет с теми, кто хочет русский мир в Чернигове. Кто хочет там зазихать на памятники, загинувших на Майдане, на войне. Вот эта людина их зипсовала, а сейчас отвечает за свои вчинки. Суд не смог его покарати. С моглыми националистами. Люди все подходят и подходят и к чести черниговчан. Их не интересует, что он совершил. Их интересует сам факт того, что происходит. И меня мало интересует. То есть я же сказал сразу, если он насиловал несовершеннолетних, он конченый. Вопросов нет. Конченый. За 10 лет у хозяина, с ним, наверное, такое сделали, что у него вообще мозги поехали. Это может быть больной человек. Я уверен, потому что здоровый не может такого мочить. Это психически ненормальный человек. Но его привязывают к столбу, днем плюют в лицо. О, тут уже про права людини что-то рассказывает уже в трансляции. Богоман, может выйти нахуй из моей трансляции, блядь, небесы, блядь. Да какие-то черты, я не знаю. Нет, Наталка, он ничего не говорит. Единственное, что он сказал в полиции, это что он ничего не имеет против, ничего не заперечивает. Кажет, все нормально. Приезжает скорая. Кто-то вызывает скорую, потому что видят, что полиция ничего не делает, по всей видимости. Журналисты, вы можете прийти и оценить ситуацию тут на месте. Люди, они нас еще не спрашиваете, что вы приехали? Нет, он не сказал, что сам себя привязал. Сказал, да? А, ну, то есть и окей. Врачи перепуганные, конечно же, ну, делают вид, что ничего не понимают. Что случилось? Кто вас привязал? Сам привязался, понятно? Данных? Да, паспорт. Нет, 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 у него нет паспорта, он отмолился от украинского гражданства, хочет в Россию. Нет никакого, но он не спрашивается. Вообще полиция. Когда одни не справляются, приезжают еще одни. Это стандарт. Нет, нет, ну, бачите, людина не спрашивается. Никаких ознак там, какой-то хвороб у него нет. Все, дякуем. Дякуем, что вы отреагировали. Парень говорит, что ну так давайте камнями забрасывайте, как в 14 веке. Давайте, что шариатский суд. Этот говорит, может быть шариатский суд тоже, да. Может быть шариатский суд, как он захочет, как он попросит. Я не закину его камнями, как ты бачишь, для него нормальный стан, я гуманный. За что? За что? За что? Он не хворый. Он был засуджен, его переверяли. Ты считаешь, это нормально? Нет, это злочин, но это не психическая. У него взагалі, да, он непридатный до засуджения, значит, он не психично невероятный, его не может затримать за то, что он был педофилом, захвалтовал детей, например. тут уже багато людей, уже 255 людей. обращаемся не лучше, если так его снимать, покажется, что мы лучше. Не, мы краще тем, что мы вбиваем вот эту хворобу своими сочинами, мы хочем жить с нормальными людьми. Корят, чтобы я мог мигитый. Еще один патрульный полицейский автомобиль проезжает мимо. Женщина говорит, надо отвязать. Ну, то есть, люди практически единодушны. Надо отвязать, это ненормально. Приезжают журналисты на местах. К слову, журналисты вели себя лучше полицейских. Это точно. О, журналисты приехали, я так понимаю, на такси. Что? Ну, вы видите, вот это же этаж. Сначала у нас было несколько человек, сейчас уже тут реально такой же этаж, собралось людей. Что еще? А это человек, что памятник небесной сотни разбил на днях. Не помните? Его сотни отпустил. О, это он. Можете видите, плюнки. У меня уже сына просто не мали. Ну, я же, а их, а их, а их, Натюх, хлеб, соль, да? Ты видишь, что ему дали? Да, да, да. Скажи, пожалуйста, почему здесь не привязан Арсена Авакову? А привяжи, приведи сюда Арсена Авакову. подожди. Приведи сюда, И здесь журналист говорит, что он то же самое видел. Да, на самом деле. Все это видели Довголь или как там ее фамилия, сейчас везде бегает парохоботка знатная. Ее привязали тогда к столбу, там украинская какая-то была флаг на ней, или что-то было такое, там есть фотография известная, где ее ногой проверяют. А чем это отличается? Вы же постоянно рассказывали, что вы отличаетесь от тех орков. А вы не такие же орки. Дело не в том, что гуманист, потому что я тоже самую картину видел в Славянске, когда... Завели, завели балу, блядь, в Славянске, нахуй, что ты робишь четыре очи, блядь, ты снимаешь четыре любви, не пизды, мы с тобой поиншим, просто вот я с тобой могу застретись. Ты мне сейчас угрожаешь, меня понял? Я тебе не погружу, я тебе хожу, я кишу. Так что я тебе обожаю, мы можем застретись и поговорить и поичем. Не разговаривай с тобой, а ты меня тоже можешь привидать сюда. Привяжу, захочешь, привяжу, блядь, вот сейчас, почитай, зато ты ебал Славянск, блядь, и что ты там робишь в Славянске? Снимай видео, блядь, снимай видео, все, я тебе сказал. Вот, зараз... Это угрозы в адрес журналиста при исполнении при полицейских. Полицейские не реагируют, у них уши заложило. А, забыл, это же их братва, это же их друганы. Сейчас кадры, где полиция просто развязала руки русскому миру, Ивате. В прямом смысле слова, в переносном смысле слова, мусора, это не полиция, мусора развязывают руки русскому миру. При этом сам русский мир хочет вот так стоять бля столба, своего пожарника. Вот, я снимаю, скотча никакого нема, он не привязан, а нахер за что вы его забираете? Что он порушил? Вы же его отпустили, нахер что вы сейчас забираете его? За что вы затримаете? Почекайте, протокол затримания, полиция. Який протокол затримания? Вы за что зараз затримали людину? За что затримали людину? Кого за... Представьтесь, будь ласка. Вы его освободили. Вы его ведете против его воли, он стоял бля столба. Посвідчение можно? Посвідчение можно, ваши? Вот зараз 700 человек дивляться трансляцію, будь ласка, посвідчение. Третий раз. А чем керівник выше за громадянина Украины? Відчитаюсь керівнику, у вас приоритет на керівника, зазуміло. Ну і поліцейський, вони всі завжди починають звонити. Мені сьогодні 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 з'язалися представники національної поліції, їм не понравилось то, що я сказав, що вони перепугані. Він говорить, ти знаєш, по чому перепугані? Потому що починають вызвати к начальству, якщо ти що-то не так відповідаєш, якщо ти що-то не так зробиш. Потому що можуть уволити, якщо ти вдруг не проявиш должного патриотизму якого-то на відео. Я це відео буду показувати всім. І надіюсь, що ви поможете його розпространити також. Це хорошо іллюстрирує то, к чому докатилось данне странне государство в 21 векі. Пока! Подписуйтесь, щоб нічого не пропустити.